Впрочем, идет ли речь только о смене власти? Есть и другие версии причины этого бунта. И одна из них конфликта раскачивает албанское меньшинство. Но другая более прагматичная. Это некая большая игра, обусловленная желанием помешать реализации проекта «Турецкий поток». А Македония, как известно в этом проекте, потенциальный транзитер. Македония вообще бьют за лояльность к России и отказ подержать санкции. Так чей флаг поднимается выше, а голос звучит громче? И кто потихоньку уже печет печенье для нового Балканского Майдана? В подробности в Македонии наш специальный корреспондент Игорь Максименко. Древнескопия, как и положено типичному южному городу, сонно не тороплив и на первый взгляд абсолютно безмятежен. 2300 лет, насыщенные невероятными событиями истории, научили местных жителей ничему не удивляться. Правда, несколько дней назад здесь появилось нечто диковинное. Одна из центральных площадей македонской столицы превратилась в протестный лагерь, который уже называют модным словом Майдан. Лагерь на бульваре Элленден прямо напротив здания правительства Македонии организовала местная оппозиция. Протестующие требуют отставки руководства страны и обещают уходить, пока не добьются своего. Ничего не напоминает? Мы хотим, чтобы была свобода и правда. В стране ужасная экономическая ситуация, практически нет работы. Граждане Македонии должны лучше жить с этим правительством. У нас никаких перспектив. Они должны уйти. Вообще-то экономический кризис держит Македонию за горло уже больше 20 лет. Это одна из самых бедных стран Европы. Нынешние оппозиционеры, кстати, сами были у власти и ничего полезного не сделали. Впрочем, каждое новое правительство получает наследство одни и те же проблемы. Но только против кабинета Николы Груевски вспыхнули массовые протесты. И почему-то именно сейчас. В данном конкретном случае премьер Груевский попал в список плохих парней для США и Евросоюза после того, как Македония заявила, что российский газопровод пройдет через ее территорию. Это тот самый газопровод из Турции в Европу, который должен заменить закрытый под давлением Запада Южный поток. Доходы от транзита газа позволили бы Македонии решить хотя бы часть своих застарелых экономических проблем. Но как только премьер-министр заявил о подписании договора с Россией, как развернулась кампания по его дискредитации, самого Груевски лидеры оппозиции обвинили в получении взятки. Как доказательство, откуда ни возьмись, появились расшифровки прослушки телефонных разговоров главы государства. Наше правительство, конечно, не идеальное, но оно пытается соблюдать национальные интересы Македонии. А это не нравится американцам и их союзникам. Это мешает их политическим и, конечно, коммерческим интересам. И они тут же начинают взрывать ситуацию. Журналист Любчеславов расследует деятельность иностранных некоммерческих организаций в Македонии. В частности, так называемого «Открытого общества» местного отделения фонда Сороса. Филиал конторы, который называют спонсором цветных революций по всему миру, в Македонии действует уже 20 лет. Они одни из главных действующих лиц в дестабилизации обстановки. У фонда под контролем несколько местных газет и телеканалов. Через них пошел скандал с прослушкой. Они финансировали все студенческие протесты и забастовки учителей. Они снабжают деньгами оппозицию. Я знаю, о чем говорю. Я сам работал у них некоторое время. Протестировал! Всего через три дня после грандиозного протестного шествия в Македонии появился полуторачасовой фильм об этом событии. Не нужно быть специалистом, чтобы понять, сколько денег вложено в проект. Огромное количество камер, дорогостоящие световые оборудования, сложнейшие технические приспособления. Откуда у экономящей на всем Македонии такие деньги? На этот вопрос можно ответить, заглянув на сайт Национального фонда в поддержку демократии. Детище Госдепартамента США. Вот краткие отчеты о финансовой поддержке демократии на местах. Египет. В основном скромные суммы от 20 до 30 тысяч долларов. И вдруг в 2010-м всплеск. 750 тысяч. И вскоре началась арабская весна. Украина. Тут посолиднее. В районе 50 тысяч. И тоже в 2013-м неожиданный подарок. 476 тысяч долларов. Вскоре вспыхнул Евромайдан. Кровавая бойня на Грушевского и госпереворот. В Македонии. Стандартные гранты по 40-50 тысяч. И вдруг в 2015-м перевод на 300 тысяч. Цель, как обычно, благородно размытая. Укрепление политического плюрализма и социально-политического диалога. Что это за плюрализм и диалог мы уже не раз наблюдали во время кровавых переворотов по всему миру. И за всем этим явно видна рука США, которая действует по одной и той же схеме. Вот и в Македонии одновременно с уличными протестами резко обострились отношения с соседней Алманией. В селе Куманово албанские боевики убили восьмерых македонских полицейских. Правительство обвинили в неспособности контролировать ситуацию в стране. И вот уже оппозиция разбила палаточный городок в центре Скопья. Североатлантический блок проиграл на Украине. Чтобы дальше удерживать контроль над континентальной Европой, нужно создавать новые кризисы. К тому же, американцы собираются продавать Европе свой сжиженный исландцевый газ. И всеми силами пытаются убрать такого мощного конкурента, как Россия. Цветная революция в Македонии для них способ посадить у руля марионеточных правителей. На Украине подобное уже получилось. Иланденская площадь в Скопье сейчас удивительным образом напоминает Киевский Майдан в начальной протестной стадии. Якобы стихийно возникший палаточный лагерь. Лозунги и плакаты. По вечерам митинги и концерты в поддержку оппозиции. Постепенно тон высказываний становится резче. Требования жестче, а толпа все более агрессивнее. И скоро нужна будет только искра для того, чтобы ситуация вспыхнула и перешла в стадию насилия. Хотя, конечно, на словах все за мир и дружбу. Бульвар Иланден пока напоминает большой пикник. Одни играют в футбол и настольный теннис, другие в преферанс и нарды. Третьи гоняют чьи в беседах на политические темы. И все же расслабленная обстановка в лагере не должна вводить в заблуждение. Кураторы и наблюдатели, которые прикреплены к каждой группе протестующих, намерений своих не скрывают. Все очень серьезно. Народ сюда пришел, чтобы изменить власть. Но что касается беспорядков, то такого, как на Украине, не будет. Хотя, если полиция решит нас разогнать и уничтожить палаточный городок, то, думаю, мы здесь организуем оборону. Вечером в лагере появляются лидеры оппозиции. Общаются с зеваками и обитателями палаток. Охотно контактируют с прессой. В своих интервью откровенно говорят, как они будут действовать, если возьмут власть. Македония сейчас не член Европейского Союза. Мы не поддерживаем санкции против России, которые навязывают всем и нам в том числе. И пока мы не войдем в Евросоюз, мы будем вести свою политику. Ну а потом, конечно, будем делать по-другому, как все. Аналоги с Киевом возникают буквально на каждом шагу. Несколько сотен метров от бульвара Иллинден развернут антимайдан. Не такой, правда, шумный и многочисленный. Люди, которые поддерживают правительство, в отличие от оппозиционеров, не несут постоянного дежурства. А приезжают сюда в свободное от работы время. Мы как можем поддерживаем правительство, потому что оно старается и обеспечивает спокойствие. Нам это нужнее, чем хаос и революция. Сейчас ситуация под контролем у властей, но кто знает, что у этой оппозиции в голове? Какие сценарии у них предусмотрены? Балканские сценарии, к сожалению, простыми не бывают никогда. Любая провокация приведет горячих и скорых на подъем югославов к оружию. А на руках его у населения предостаточно. И тогда Евросоюз получит у своей границы еще одну горячую точку. А его заокеанские партнеры, как обычно, подсчитают трибыли и умоют руки. Игорь Максименко, Сергей Гурьянов, Алексей Панасевич, Вячеслав Голубь. Пятый канал. Почему Черчилль не хотел закончить войну? Загульное поколение Полонского и те, кто любил Иосифа Бродского. Далее в нашей программе. Немыслимый план Черчилля. Пока весь мир праздновал победу над фашизмом, Великобритания готовилась внезапно напасть на Совет.